добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать тема сегодняшнего видео отсаживание деток от листа в этом контейнере стоят те листики у которых я деток буду отсаживать это пестролистные сорта если где у деток пестролистного сорта белые листья вот как допустим вот здесь то таких деток беленьких альбиносов отсаживать нельзя нужно обязательно ждать пока у деток листочки начнут зеленеть такие детки растут медленнее чем допустим вот такие или же вот такие но тем не менее они растут уход за такими детками в принципе такой же как и за остальными а температура освещение хорошие и умеренный полив вот и детки вырастут покажу вам каких деток нельзя отсаживать вот здесь вот еще детки маленькие вот вроде бы и листочки у них такие не совсем белые да но отсаживать их еще ровно листы материнские в хорошем состоянии поэтому ждем пока детки подрастут подрастут ну примерно хотя бы вот до таких вот размеров и тогда уже можно не боясь заняться отсадкой вот ветки на их тоже отсаживать еще рано материнский лист в хорошем состоянии поэтому пусть детки растут вот здесь вот листик детки вроде бы такие крупненькие но они еще не совсем зеленые лист материнский в хорошем состоянии значит пусть деточки здесь вот у меня сорта стандарты детки достаточно таких хороших размеров поэтому такие детки можно отсаживать в 100 граммовые стаканчики сразу можно использовать 50 80 но если детку вот такую вы пересадите в 50 граммовый стаканчик то имейте ввиду что уже через пару месяцев вам нужно будет сделать следующую перевалку допустим в 100 граммовый стаканчик или же в горшочек семерочку там уже как пойдет да как будет развита корневая система вот значит у меня нет таких вот 100 граммовых стаканчиков наличие они у меня закончились поэтому я буду использовать 50 граммовые стаканчики грунт какой использовать грунт тоже спрашивают очень часто значит я пользуюсь грунтом агробалт деток я в основном отсаживаю в чистый агробалт то есть без всяких примесей не перлита здесь у меня нет ни пенопластовых шариков ничего чистый агробалт он вот такой влажности да то есть он в комочек собирается но он с него не течет при сжатии вот грунт желательно увлажнять сразу чтобы ну в общем то чтобы детки было проще прижиться в новом стаканчике чтобы вот это за сушку и залив минимизировать где-то за сутки до отсадки деток от листа я листики не поливаю чтобы грунт у меня был в меру такой вот и не сухой и не мокрый до чтобы детки хорошо отделялись значит в одну руку беру сам листик вот сюда вот грунту ближе и другой рукой вот так вот тяну детку в противоположную сторону вот так теперь дальше смотрю что тут у детки с корнями все хорошо корней в принципе нормально вот немножечко грунт вот так вот который встряхивается я его стряхнул корни хорошие светлые так и беру стаканчик подписанный так дальше на и нем грунт и посадка детки стаканчик значит раньше я вот так вот насыпала грунт в стаканчик и делала вот такой вот углубление и потом туда детку высаживала сейчас я так не делаю потому что детки бывают разные и бывает грунт оседает и потом замокает точка роста я делаю вот так на бок насыпаю подсыпаю на грунт вот так вот вставляю детку вот прижимаю ее пальчиком придерживаю к той стороне стаканчика бортику и осторожно сбоку добавляю грунт ну а потом конечно же распределяю его чтобы стволик не остался без грунта потому что там должны расти корешки без грунта корешки расти не будут просто будет вытянут вытянутая потом детка чем-то вот так это все выглядит дальше я проверяю обязательно чтобы точка роста не заглубилась у меня кстати здесь я отсаживаю трейлеры да вот поэтому пасынки если я вижу у деток я их не убираю если же вы отсаживаете обычные фиалки не трейлеры и вам не нужно пасынками нет в планах размножить сорт то в общем то пасынки эти зубочисткой обязательно нужно снять розеточки будут расти ровные без пасынков и красиво и так детка отсажена что же делать с материнским листиком смотрите у этого листика уже есть вот такие вот зачатки деток и я этот листик посажу по новой в грунт чтобы получить вторую волну деток значит в этот же стаканчик добавляю немножечко на дно свежего торфа ставлю сюда листик прямо так вот с корешками осторожненько и аккуратненько он может немножко неровно до стаканчике стоять это ничего страшного прям совершенно ничего страшного и досыпаю просто свежего грунта немножечко стараюсь этих деток сильно не закапывать то есть просто слегка свежего грунта добавила если листик совсем прям болтается в стаканчике можно палочкой какой-нибудь его для поддержки вот все и такой лист даст вторую волну деток бывает такое что листы дают и 3 и 4 волны деток все зависит от состояния листик и отсажены и здесь возникает всегда у новичков следующий вопрос использовать ли тепличку для отсаженных деток от материнских листиков значит я использую как минимум на две недели я таких деток еще ставлю в тепличку первонаперво при отсадке от листа деток детки все равно получают стресс также часто бывает такое что у отсаженных деток маль мало корней и таких деток тем более нужно доращивать в тепличке потому что именно в тепличке создаются благоприятные условия влажность воздуха до в данном случае и именно в таких условиях фиалки очень хорошо растут в частности детки да поэтому я теплички люблю я тепличками пользуюсь и я тепличек не боюсь так ну на этом хочу пожелать вам всем всего хорошего мира добра и благополучия всем пока пока